Привет, зритель! Если тебе темно, то включи свет. Я, к сожалению, больше не могу включить, потому что у меня и так уже 5 лампочек. Короче говоря, это будет обзор покупок из Фикса, потом будет за ним обзор покупок из Ашана, и, возможно, еще обзор покупок с Дикси. А может, я эти два обзора объединю. В общем, как-то вот сегодня я полдня помирала, а потом решила, что надо бы мне реанимироваться на воздухе. И дошла я до банкомата, сняла себе мелочи, пару сотен, дошла там еще куда-то, допустим, России, и поняла, что я в состоянии... Сядь, зиму. В состоянии живого и вполне могу себе позволить рейд до другого конца города. У меня в прошлом или в каком-то там, короче, ролике, по-моему, последний был или предпоследний, там, про светофоры, и человек офигевал, что я могу таскать вот это все на себе. Я не знаю, может, человек больше ручки, ложки и там далее не поднимал. У нас в детстве... Кто был в деревне в детстве? Лето проводил в деревне. И у кого был деревянный, деревянский дом из бревнышек, которые отапливаются печкой, и кто знает, что вода из пруда берется, там, допустим, на умывалку и тому подобное, мытье посуды и прочего. Так вот, мы с сестрами таскали с этого пруда по неполному ведру, как бы помогая взрослым. Я к тому, что я могу больше ложки поднять, тяжелее ложки могу поднять что-то. Как-то тут я у одних знакомых взвешивалась, и на лепестерических весах мне сказали, что я 65 вешу. Я так охренела, говорю, добыть не может. Сегодня я в родни взвесилась, я вешу 60 килограмм. Видимо, я за неделю 5 килограмм потеняла. Либо мне кто-то польстил, в кавычках, не в ту сторону. Еще мне говорили, что у меня якобы толстые руки, слушайте, или какие-то там бицепсы, или еще какая-то хрень. Не заметила я что-то, по-моему, все так же. Насчет того, что я вешу 60 килограмм, при этом на меня нарезают все те же брючки, которые, допустим, 2,5 года назад не нарезали, когда я весила чуть больше. Видимо, все-таки мышцы сволочи тяжелые. Так вот, я была на турниках своих, и вот сейчас явилась, а я решила все-таки это обозреть. Это все у меня на балконе было, потому что некоторые могут залезть. Так, у меня тут один такой пакет. Слушайте, такой хороший пакет. Спасибо тебе, человек с Украины, не скажу вам имя. Ибо человек не хотел этого, чтобы я говорила. Вот эти формы, кажется, совершенно дешевые. Вот это чутка покривившееся, потому что ехала в пакете, там помимо нее еще что-то было. И это еще более-менее прямая форма. Я думала, что они дохрена дорогие, а оказалось, форма для выпечки 12,50, и другая форма для выпечки тоже 12,50. А сейчас землю. Видно хоть там меня. Видно. В общем, вот такая вот форма для выпечки. Алюминиевая. Китчен. Форма для выпечки круглая 21,5 см. Алюминий. Фикс прайс. Я так понимаю, это вот, ну там, под какой-нибудь пирожок, вот не знаю, одноразовое или многоразовое. Кто в таких вот из фиксика опекчего, каменты, квякните мне. Пожалуйста. У меня вообще сегодня день такой. Продолжение экономичных, экономных, короче, вот этих, экономно-бюджетных покупок. Так что, наверное, люди, если вы не по фиксику, валите нахрен. Чтобы вам не травмировать свою нервную психику и не срать мне в каменты чем-нибудь таким, типа, копей вот там. Мне кто-то тут писал, что, типа, ну, когда от женщин слышишь что-то такое, вот, ну, типа, ты не красивая, если вот это сделаешь, ты будешь красивая. Когда от мужиков, мне всегда такое сомнение. Ну, я как своей подруге писала, я говорю, это вот зачем, как вот вообще может быть? Она говорит, ну, говорит, это как бы гнилой мужик, как бы, ну, не особо умный. Я даже к ЛГБТ я нормально отношусь, но если мужик такой о женщине говорить, особенно я не знаком, это вообще любая женщина, да? Что-то подобное. То, наверное, он всё-таки гнилой изнутри. И даже не гомосексуалист, а социальный гомосексуалист. Я не буду материться, мало ли меня смотрят дети, взрослые. Короче, кто-нибудь такой ранимый, душевно. Это я до 20 лет не знала, что такое мата потом узнала, потому что в одну компанию такую попала. Она как бы такая более-менее вменяемая, первое время была компания. Ну, в общем, там матерились в основе. По-русски. В общем, вот такая форма для запекания. Я такие же потом увидела в Ашане, правда, без такой наклейки. И они там в два раза дороже. В чём прикол? Я ещё так подумала, ну, наверное, эти Ашановские, типа, как бы там, бюджетно-бюджетно, они, вот, в фиксе они бюджетнее. Я всё мимо них как-то проходила, фиксовых этих штук. Там увидела одну кастрюлю за 99 рублей, но я её чём-то так взяла, она у меня так, ощутимо, на дне гнуться стала. Думаю, блин, как-то стрёмно. Надо, думаю, сначала на Ютубе, может, загуглить, там, в фикс-прайсе, кто покупал эти кастрюли, как они в пользовании. В общем, вот, у меня вот эта штука. Я поняла, ну, в каментах мне кто-то писал, что понравилось вот на фоне книжечек, вот это дело на фоне книжечек. Так тогда, может быть, светлее было, а сейчас у нас, я даже не знаю, сколько сейчас у нас. Ну, где-то, наверное, после... 9 часов у нас всё сло. Я отсюда, правда, не очень чётко вижу эти свои часы, но мне кажется, что 9. Вот это тоже слегка погнулось. Ну, мы её, вроде как, исправили. Я её взяла, вообще не знаю, это хрена, что в ней делать, какой-нибудь очередной бисквит, тот мой бисквит умер. Я про него забыла. Я поняла, что здесь стоило экспериментировать и заменять стакан сахара про смородиной протёртой. Ну, и тут я ещё помирала немножко. Вчера помирала, сегодня помирала. Вчера с половины вечера, где-то, ближе к вечеру, со второй половины дня. Сегодня с первой половины дня. Я вообще как-то это... Мутанджи умею так помирать как-то. Думала, чем траванулась, потому что всё такое было, вот как ротовирусное, с вариациями. Потом думаю, может, я так чего. Может, думаю, действительно, где-то подцепила в магазин, когда ходила, кто-нибудь там заразный был. А сегодня у меня желчь бунтовала вместе с мигренью. В общем, помогла мне в итоге только калина с мёдом. Калина с мёдом мёртвого поставить на ноги. В общем, снова 12,50. Форма для выпечки прямоугольная, 22,5. У меня, по-моему, какой-то... То ли 22 на 22, то ли 20 на 20. Что-то я не помню. Но в крайнем случае она вот так по диагонали будет ставиться. Чё-нибудь в ней запеку. Вообще, надо на Ютубе глянуть. Загулю, короче, на Ютубе. Благо, гугли ютубный. Ютуб гугльный. Загулю, короче, на Ютубе форму для выпечки из фикса. Ну и, может, у кого какие ролики там есть, типа, применяла. Так-то, так-то, делала в них то-то, то-то. Так, чего у нас тут? У меня закончилось сегодня какаво. Куру я сегодня обозревала. Я ещё даже не заходила на Ютуб. И в контакте кто-то с телефона отписала. Я думала, что то, что там во флудилке пишут, это относительно меня. Думаю, а витаминоз, в чём я его всё присобачиваю, а витаминоз по-другому выглядит. И записала, что... Ну, я тогда думала, что я думала, что я... Ну, на самом деле, нифига. Не совсем то. Просто, допустим, когда я лопала несколько лет подряд мясо, избегая контакта желудка, меня, моего желудка с сосисками и колбасками, у меня таких подобных вещей... Ну, у меня такое было, но было чисто ротовирусное. А в этот раз я поняла, что... Ну, потом что-то я сюда переехала, мне моя тётя сказала, что у нас сосиски, покупать колбаски, ну, типа, перекус, то, всё, пятое, десятое. Я поняла, что надо всё-таки жреть это сало, мясо... Ну, на самом деле жарить. Мясо свиное надо жрекать. Или куриное на крайняк. Ну, вот эти сосиски в тесте, видимо, переборщила я с ними как-то. В итоге у меня сегодня одна сосиска без теста пошла к коту, а вчера они ещё как-то вот... Бывают такие сосиски в тесте, как-то так. Ну, сделала. Просто другие тут покупала для этого теста. Сядь землю. Вчера сделала шесть сосисок в тесте, чтобы свинегритиков захомячили. И так потом сияем. Ну, и в итоге у меня... Каждая сосиска надо было разделить, может, напополам её, может, располовинить как-то. И вот тесто-то съе каким-то, и сосиска тоже съе. И пришлось потом этот разгель лопать два раза вчера и сегодня. Ну, лапочка помогает. Короче, надо было располовинить, наверное, эти сосиски, потому что тесто всё-таки было чутка меньше, чем я думала. На эти сосиски. И сосиски как-то распёрли. Допустим, сосиска и два раза больше стало. А тут были у меня какие-то просто... Эти куриные, а те деревенские. Не знаю, в чём там вообще разница, что там примерный состав, что тут примерный состав. Помимо цены, разницы особо никакой. И вот те как-то нормальные сосиски-то сосиски. Не разбухают так. А эти... У меня сейчас ассоциация такая в голове была очень неприятная. Не буду я её говорить. Но если кто такой же извращенец, то, может, вы меня поняли. А эти просто так вот конкретно два раза разбухли. И, в общем, я в итоге лопала тесто. И, наверное, из шести сосисок за всё вот это время слопанных... Что-то булькаешь. Мы с тобой ели. В гостях жёлт у меня булькнул. Не знаю, слышно было ли. Короче, этот... У меня где-то, ну, может, две с половиной от силы. Или две, наверное, их слопанных. Потому что я так сначала кот ходит, орёт. Типа, хочу тоже сосиску. Хрен ли ты тут ешь. А потом я понимаю, что что-то у меня не идут эти сосиски. Что те дешёвые какие-то, они вкуснее были, чем эти вот запечённые чутка подороже. В два раза дороже, грубо говоря. И я, значит, этот... Ему так отдала, отдала. В итоге он у меня, наверное, будет эти сосиски доедать. Сегодня он у меня полсосиски утром сажал. Вот сейчас полсосиски доедает. Шум, спал, пока я ходила. В общем, я сначала думала, да ну нафиг, какао. Типа, не буду какао покупать. Буду чай пить. У меня этого чая дофига. Всякого разного надо его пить. А сегодня, значит, иду по этому фиксу и думаю, что это какао? Я когда что-нибудь себе пытаюсь не покупать, потом я покупаю какую-нибудь неведомую хрень. Так же, как с казанской лапшой была. Ну, лапша из Казани, которую я сначала привозила вот из Казани напрямую. Привет, человек, который писал мне вконтакте, не помню по поводу чего, из Казани. Вот что-то вспомнила. И тут у нас в Магните продается лапша из Казани. Ну, практически та же самая лапша, что я покупала, привозила из Казани, и покупала там. И, значит, я как-то думаю, а не буду эту лапшу из Казани покупать, то всё. А потом думаю, она же лучше в суп идёт, чем что-то иное подобное. Учитывая, что я так ещё не сподобилась готовить домашнюю лапшу по нашему этому семейному рецепту. Две скорлупки молока, два желтка, две скорлупки молока и чего-то там с мукой. И в итоге, в общем, я купила, я как-то такой покупала, причём я его удивительно покупала не в фиксе, а то ли в пятёрке, то ли что-то в этом роде. Какао, напиток, растворимый десерт. Деви Марка. У меня что-то такое ощущение, что Деви, может, я про какую-то, да, я про какую-то секту ведь писала, когда была, училась на культуролога по социологии или ещё по какой-то хренотени. Культура околокультурная. В общем, у меня там что-то такое Деви, то ли это с Девой как-то связано. В общем, какая Деви у меня что-то ассоциация сейчас такой с культурологией поперлась. Короче, природные андексы, оксиданты готовим за секунду. Тут я считаю, что относительно всякой требухи, которая бывает или то, что там в этом самом Несквике есть иногда что-то непонятное, что тут, в принципе, нормальный состав. Сейчас я буду классическое, классика настоящего какао. В общем, состав сахар-песок, какао-порожок, ароматизатор андетичный, натуральный, в кубочках ванилин. Ну, тот самый ванилин, который в пакетиках продаётся. Чуть-чуть ванилина, чуть-чуть какой-то фигни в пакетике называется ванилин и стоит недорого. В общем, вот тут 250 грамм. 1-го 06-го 2018-го оно создано 12 месяцев после, фу, после скрытия в 12 месяцев оно живёт, вот всё год. Что-то, кстати, надо глянуть, сколько оно стоило тут вообще. Какаво? Какаво 50 рублей. В общем, какаво 50 рублей. 50 рублей какаво. Что это? А, я себе про запад купила. То, что мне не удалось в этом, забыла, как вот, светофоры купить, я купила здесь, думаю, ну, потом думаю, может, крем там создам, какой-нибудь, в смысле, это домашнее мороженое, ещё чего-нибудь. У меня ещё сегодня моя родня, вот, люблю людей таких, я не хочу портить настроение, но хочу вот это тебе сказать, на кой хрен ты тогда это говоришь, если не хочешь портить настроение. Мне напоминает некоторых этих, типа, фанатов. У меня ещё некоторые люди такие смотрят, я сегодня во флудилке у народа спрашивала, ну, как бы есть флудилка Эрн Дрёпса, есть флудилка имени меня, пеньком созданная. И, короче, привет, пеньок, и всем остальным из этой флудилки, и мне, значит, в том числе, получается, потому что я тоже из этой флудилки. У меня камень-то два человека, вот, у меня иногда так встречаются, просто так вот, иногда, ну, в разное время, период временной, там, лайн, да, и ощущение, что у людей один и тот же мозг, вообще, коллективный мозг, кому хватило мозга, кому нет, камень-то от меня одно существо. У меня предположение иногда, что это фейх одной моей знакомой, а с другой стороны, может быть, у неё просто коллективный мозг, такое вот, ну, однотипное мышление, а потом вдруг оно исчезает и начинает камень-то другое существо. Ещё мне приказывают люди, которые по 500 раз мне пишут каменты, ты такая злая, я от тебя отписалась, а потом появляются влюк. И вот у них как-то, вот у меня таких людей называл, где-то мой приятель, питерские питомцы. Только у меня эти питомцы раньше были совершенно с другой темой, с другим моим совершенно хобби связанным, причём то хобби приносило деньги, в отличие от Ютуба. Оплачиваемо очень такое хобби было, но у меня, конечно, кидали на том хобби прилично, по большей части, где-то две трети людей, но некоторые всё-таки оплачивали мои труды, и вот там у меня была одна такая мадама, которая вроде как вся такая белая, пушистая относительно меня, но если что, там я, если я не могу что-то сделать, то, что хочется ей, вот на данный момент я помираю, да, то у неё там такое вот было, тоже между ненавистью какой-то, завистью, и там негативным, каким-то негативом, и, блин, как прожить без видоса, Лёли, вот сейчас пойду ей каментить что-то хорошее, короче, вроде как человек полный, ну, сначала, кажется, адекват-адекват, а потом конкретно так срывается, идёт полный неадекват, голов передел, что ли, заканчивается, в общем, что-то вот такие у меня бывают иногда тоже люди, я думаю, что такие у много кого бывают, наверное, у каждого второго типа блогера, в общем, вот тут 12 октября создано Волоконовский консервный комбинат молоко цельное сгущенное с сахаром, 500 грамм, оооо, я такое уже брала, кажется, в этом самом фиксике, я сейчас, короче, стою на стульчике, занавески, занавесшую, и так мысленно фикусу прайсу, прайсу, ну, на момент этих япошек, я как раз сегодня ехала в маршрутке, и одно упражнение японское делала, тестовое, типа, на знание или на память, или как-то так, но иногда, знаете, какой-нибудь мужик подойдёт к водителю и начинает его разговорами отвлекать, причём, я думала, такие, вот оно мне очень напомнило одну мою знакомую, она, чтобы привлечь к себе внимание, начинала какую-нибудь хинею нести такую за облачь, ну, как бы, ну, как бы зацепить, и тут он что-то такое тележит, тележит, причём мужик его как бы не понимает, не понимает водитель, а он тележит, тележит, ну, я вот это имею ввиду, ну, видимо, хочется показаться таким охренеть, каким интересным, чтобы у него что-нибудь спросили, и вот я две ошибки сначала делала, потом три ошибки сначала делала, и мы с нами так матерём, ну, блин, ну, сволочь, ну, заткнись ты, а, и вот он рядом, и трындычит, и трындычит, и мне мешает сосредоточиться, вот, бывают такие люди, которые, и водители отвлекают, блин, и потом вдруг доезжаем до определённой остановки, ой, у тебя там народ, пойду не буду мешать, я думаю, ну, слава тебе, дьявол, наконец-то до тебя зашло, потом смотрю, там из народа один человек, только один человек, я думаю, трындец, короче, в общем, что у нас тут, молоко нормализованное, сахар, сахароза, лактоза, вот это вот, хорошая сгущёнка, советую вам, хорошую сгущёнку, сейчас вспомню, смысл, узнаю по чеку, сколько она стоит, где она тут, о-хо-хо, молоко цельное сгущённое, 55, там ещё одно сгущённое было, это я что-то взяла и купила, подумала, может я свояю как-нибудь, какао, зафигачу туда несколько этих штучек, может делаю даже кофе, зафигачу туда этих нескольких штучек, у меня сопливый клоточек где-то тут, на них надо вставать, короче, это у нас мини маршмеллау, мармеладный мини, жевательный зефир мини, называется по-русски, 100 грамм, глюкозно-фруктовый, сирог, сахар, пардон, вода, желатин, декстроза, что-то такое вообще знакомое, кукурузный крахмал, ароматизатор, я решила, что вполне меняемый состав, иногда бывает вообще, тринтез полный и хуже, сроком оно у нас до 28 ноября следующего года, сейчас вспомню, сколько оно есть тут, зефир желательно, 55 рублей, короче, 55 рублей, все убрал, ну, нормально, я последний раз в Дикси покупала за 112 рублей 100 грамм, ну, как последний раз, ну, может, этот, все, я еще на той квартире жила, наверное, год назад, чуть, ну, да, где-то год назад, чуть-чуть, чуть-чуть больше, давай сюда, так, чего у нас, там, короче, я увидела эту штуку, по 25 рублей, решила, там большая еще была, там еще была за 77 рублей литр соевого молока, молоко и эти соевые бобы, но что-то я подумала, помнишь, оно мне очень нравилось, когда я в Педе, первые свои полгода, в филиале у Гридического Педа училась, и в столовке брала, очень мне нравилось, напоминало, по вкусу переваренные макароны, ну, что-то я думаю, фиг знает, я сегодня помираю, вдруг я помру совсем, жалстом, то есть, а потом думаю, вдруг оно мне не понравится, и год его пить не будет, и что с ним делать, думаю, если может где-нибудь маленький такой, флакончик, да блин, даже если бы оно стоило рублей 30, там какой-нибудь 100 грамм, я купила бы чисто на пробу, в итоге я не стала его брать, зато взяла вот это, оно в Ашане тоже есть, самое интересное, в Ашане, ну, что-то 58 что ли стоит, а тут 25, один в один, не молоко, причем на латинице написано, овсяная классическая лайт, вместо молока, только пользуя ничего лишнего, не содержит лактозу, гомоот, тренджиры, антибиотики, 250 миллилитров, вода, овсяная мука, это состав у нас рапсовое масло, сначала оно меня как-то смутило, а потом думаю, ну, рапсовое масло, в нем чаще всего бывают эти всякие морские животные, думаю, возьму, потом фосфат, кальция, витамин В, в скобочках, рифов, флавин и соль, я так хотела жрать, когда оттуда вышла, ну, почти, и я поняла, что думаю, надо его достать и открыть, ну, в Ашане, а потом по Ашану хожу, и понимаю, что можно купить бананов, да, их купила, два сожрала, и потом я вам в другом ролике обозрю, эти бананы, в общем, вот там, молоко, не молоко, не молоко, не молоко, совсем не молоко, содержит клетчатку, белки, полезные жиры, углеводы, кальция и витамины, может вся эта хрень, это и есть тупо кальций, ну, фосфат кальция, вотя, вотя, сейчас вот так делаю, вотя, прям совсем вблизи, в общем, оно у нас, по-моему, все-таки 25 стоило, да, где оно тут, да, 25 рублей, не молоко, пропечатали в одно слово, так, ты что у нас, а, я все-таки купила себе кисточку, вот самый прикол, у нас магните, она стоит еще где-то, вот в таких сетевых магазинах, видела, от 150 до 160, вот тут она, она побольше, чем в высшей лиге, и чутка подороже, 3 рубля, ну, в 2 раза больше, вот эта ручечка, я вообще очень была против сначала этой кисточки, потому что у нас такая была, я когда помню, мыла посуду, прежде чем ее упаковать и сюда перевезти, частично раздать, пару дней частично себе оставить, там была такая кисточка, ее выкинула, она какая-то странная была, я поняла, я подумала, что, наверное, все-таки просто, если бы ее каждый раз мыли, а не как бабушка ее там держала в этом массе, она бы не подохла, хотя, может быть, она подохла просто уже от старости, кисточковой, кисточка кулинарная, 55 рефт, вот и кисточка, фиолетовая, все равно она меня как-то так смущает, если бы, конечно, там продавались перышки, которыми бабушка пирожки намасливала и промасливала, я бы лучше купила перышки, но перышков нема, ну, и было перышков, продаются только кисточки такие, всего это у нас, так, это у меня уже дихся будет, и последняя моя покупка из фиксика прайсика, сладеж, цельное сгущенное молоко с сахаром, год 2012 года, тут какого гос, а тут тоже 12, один гос-то, да, один гос, наверное, одна фирма, белгородские морочные продукты, а тут волоконские, волоконовские, короче, состав молоко нормализованное, и сахар, оно же сахароза, лактоза, вот тут крышечка, а под ней ключичек, ну, неужели я могла пройти мимо, и не купить себе сгущенку с крышечкой и ключичком, а хрен бы, даже если бы она была без крышечки, главное, что с ключичком, я купила, короче, ее себе с ключичком, и оно стоит 50 рублей, на удивление, вот это вот 50, а та 55, та, типа побольше, там 500 грамм, а тут 380, но она с ключиком, слушайте, сгущенка с ключиком за 50 рублей, может быть, там бывает по скидке в пятерках, магнитах и дикселях, и типа дешевле, ну, блин, оно с ключиком, в общем, в итоге у меня тут этот, 315 рублей я потратил, на две формы для выпечки, жевательный, зефир, который можно засунуть в какой-нибудь какао или кофе, когда захочется какой-нибудь вкусняшки, какао, если захочется этого какао, вот как раз с зефиром можно совместить, молоко, сгущенное две штуки, не молоко, чисто на пробу, и кулинарная кисточка, я считаю, очень бюджетные покупки, к тому же это про запас, мало ли, что я на днях долопала, вчера, по-моему, эту сгущенку, так что, в принципе, в ближайшее время мне ее не захочется, а вот если там я захочу мороженое домашнее делать, то я, в принципе, и сделаю, мне там какие-то наэробалы начислились, на эту карту, с 19 октября по 12 ноября, приобретайте шоколадные шары чупа-чупс, и получайте 16 баллов на карту фикс прайс, это тут вот оно написано, что мне тут баллов-то, изменение количества баллов, 15, а сколько накинули, самое интересное, что вы получили 15 баллов, но ваш текущий баллов 12,14, я вот никак не догоняю эти их математические подсчеты, ну да, благословит их кто-нибудь, причем в прошлом чеке мне написано было, я не сами скажу, что эти баллы сгорят, типа, если я их за месяц не использую, они оказывается были, так хрен ли они у меня на кассе не сняли эти баллы, причем хрен с ними, благословит их ау... удобно, и в общем, на этом все видосы про фиксик прайсик заканчиваются, всем спасибо, всем пока!